Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Представители ювелирной отрасли со следующего года не смогут применять упрощенную систему налогообложения. В управлении налоговой службы по Кировской области пояснили, что компаниям и предпринимателям для перехода на общую систему налогообложения нужно до 15 января 2023 года подать уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенная система налогообложения. На данный момент в нашем регионе 9 налогоплательщиков занимаются производством ювелирных и других изделий из драгоценных металлов. Еще 82 осуществляют торговлю изделиями из драгоценных металлов. За 2021 год в областной бюджет от налогоплательщиков в ювелирной отрасли поступило чуть более 16 миллионов рублей. Рост составил 169% к уровню 2020 года. Кировчане рассказали, сколько им нужно денег для счастья. В месяц среднестатистический житель нашего города хочет зарабатывать 165 тысяч рублей. Эта сумма постоянно растет, отмечается в исследовании компании Суперджоп. Так, в апреле этого года опрошенные называли сумму 155 тысяч, а в ноябре прошлого года 143 тысячи рублей. Что касается возраста респондентов, то чем они старше, тем больший уровень зарплаты указывали в анкете. Отметим, запросы кировчан по идеальной зарплате достаточно скромные по сравнению, например, с жителями столицы. Там хотят получать не менее 250 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым. А вот наши соседи, жители Ижевска, готовы довольствоваться 155 тысячами рублей в месяц. В эфире «Экономика». Займы для кировских предпринимателей снижены до 4%. Чтобы расширить возможности предоставления льготных кредитов, из регионального бюджета выделено дополнительно 150 миллионов рублей. На данный момент в центре «Мой бизнес» кировским предпринимателям предоставлен выбор из 17 финансовых программ льготных займов. До 5 миллионов рублей можно получить под 4% годовых, пояснил директор центра «Мой бизнес» Владимир Скобелкин. Самозанятые граждане, которые ведут профессиональную деятельность не меньше месяца, тоже смогут получить заем на льготных условиях. Займы предоставляет Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Микрокредитная компания» на срок 36 месяцев от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. На этом все. В студии был Владимир Сметанин. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин